Здравствуйте, уважаемые слушатели! Мы с вами продолжаем изучение курса «Современные США» и тема сегодняшней лекции «Война за независимость и образование США и важнейшие события американской истории XIX-XX веков». Мы поговорим подробнее о «Войне за независимость», о которой я уже упоминал в конце предыдущей лекции, немножко поговорим о Конституции 1787 года и разберем важнейшие события в истории США XIX-XX веков. Опять нам нужно будет знание некоторых терминов, то есть такой небольшой глоссарий вам предлагается. Первым номером в нем идет термин «аболиционизм». Он происходит от английского термина «abolition», что означает «запрет, отмена». То есть это движение за отмену рабства, которое было очень распространено в США в первой половине XIX века и привело в конце концов во многом к войне гражданской между севером и югом и к освобождению огромной массы чернокожих рабов. Также термин «декларация» – это торжественное провозглашение основных принципов внутренней внешней политики. Это примителен к декларации «Независимость США» от 4 июля 1776 года. В ходе разговора о подготовке к гражданской войне, об аболиционизме, будет упомянут термин «подземная железная дорога». Это система помощи чернокожим рабам, бежавшим из южных штатов на север. Дело в том, что одно время можно было рабу, сбежавшему из южных штатов, от своих плантаторов перебраться на север, вплоть до Канады. И если он там жил несколько лет, то он становился свободным. И белые аболиционисты помогали таким беглым чернокожим рабам перебираться из одной точки еще севернее, севернее, севернее. Это называлось термином «подземная железная дорога». А вот люди, которые помогали этим беглым рабам, они назывались проводниками на этой дороге. И вот за примерно 20 лет существования этой подземной железной дороги по этому пути проследовало порядка 60 тысяч беглых рабов. Ну и вернемся к войне за независимость. Война началась в 1775 году с битвы у местечка Конкорд, это под Бостоном. И поначалу война складывалась для поставших против своей митрополии 13 первых штатов США. Достаточно неудачно. У них не было регулярной армии. Действовало ополчение, которому очень трудно было сражаться с подготовленными английскими войсками. И очень мало было кадровых военных. Я уже упоминал, что первым, единственным главнокомандующим в войне за независимость США был Джордж Вашингтон. Он один из немногих, имел военное прошлое. Он был полковником Виржинского ополчения, участвовал в англо-французской войне и имел очень большой опыт управления войсками. О кадровом голоде говорит хотя бы тот факт, что командующим артиллерией стал книготорговец из Бостона, только потому что он прочитал несколько книг о том, как нужно управлять артиллерией. И первые годы были очень сложными, но американцев ввел вперед патриотизм, самоотверженность. И они сражались на своей территории, что было очень важно. И я уже упоминал, что эта война была непопулярна в самой Англии. То есть приходилось сражаться против своих же бывших соотечественников, очень близких по культуре, вере, происхождению. И поэтому британская монархия пыталась по всей Европе найти наемников. И очень много было нанято представителей выходцев из Центральной Европы, из небольших германских бедных княжеств, в основном из Гессина. Поэтому почти всех наемников называли гессинцами. Один только эпизод расскажу о войне за независимость, говорящей о мудрости Джорджа Вашингтона. Он осадил Бостон, крупнейший город в то время, опорный центр англичан. Он находится в долине между холмами. И вот Вашингтон захватил эти холмы и поставил на них пушки так, что город оказался под перекрестным обстрелом. Это было очень опасно, это видели защитники Бостона, англичане. Но проблема была в том, что у Вашингтона не было пороха. Не было вообще ни грамма, собственно говоря, и нечем было стрелять. Но Вашингтон сделал так, что он написал письмо, в котором написал, что порох нашелся. И вот-вот они скоро начнут тотальную бомбардировку Бостона. И отправил это письмо таким образом, чтобы курьер был перехвачен англичанами. Англичане прочитали это письмо, погрузились на корабли и отплыли из Бостона. Вот таким образом, без единого выстрела, при помощи военной хитрости, Вашингтон захватил Бостон, за что был удостоен специальной медали Конгресса. Ну, правда, вот эти отплывшие из Бостона англичане приплыли в Филадельфию и захватили ее, первую столицу США, и Конгрессу пришлось перебраться в глубь страны. Война длилась около восьми лет, но, правда, последняя битва у Юрклауна была еще в 1781 году. После этого два года фактически велись переговоры с Англией. И по результатам войны в 1783 году был подписан Версальский мирный договор, по которому Англия признавала независимость 13 своих бывших колоний в Северной Америке. Я уже упоминал, что в войну на стороне США вступили Испания и Франция. Испания в основном сражалась на море, а Франция послала очень большой экспедиционный корпус во главе с генералом Рошамбо. Очень много достойных французов помогали в войне с занависимостью США, в том числе Маркислав Айет, будущий герой Великой Французской революции. Он был адъютантом у Джорджа Вашингтона, и они были очень-очень близкими друзьями. Война за независимость закончилась, и встал вопрос о том, как этим 13 штатам существовать дальше. Первая конституция под названием Статья Конфедерации предусматривалась, что фактически каждый из штатов является отдельным независимым государством, но эти государства были маленькие, слабые, им очень трудно было проводить согласованную внешнюю политику. А кроме того, разоренные войной американские фермеры после окончания войны за независимость в нескольких местах восстали. Особенно крупным было восстание Дэниэля Шейса, когда против восставших фермеров пришлось бросать регулярные войска. Это восстание показало, что штатам США первым очень нужна и согласованная внутренняя, и согласованная внешняя политика, и было решено созвать Конституционный конвент. Его созвали в Филадельфии в 1787 году, и собрались юристы, собрались военные, герои недавней войны, и выработали Конституцию США. Более подробно мы о ней поговорим в одной из последующих лекций, когда будем говорить о политическом устройстве США. Конституция была принята, и она по условиям вступала в силу, когда ее ратифицируют 9 штатов из 13. Так называемое квалифицированное большинство, не простое большинство, когда еще больше 50%, а именно когда больше 2 третей. В данном случае из 13 штатов квалифицированное большинство это 9. Вот девятым штатом, который ратифицировал Конституцию, стал штат Нью-Гэмпшир, и после этого она вступила в силу в 1788 году, и по этой Конституции США становились президентской республикой, и были проведены первые президентские выборы в США, и на них уверенно с огромным отрывом победил Джордж Вашингтон, первый президент США. Кстати, это единственный президент, который не вел избирательной кампании. То есть он не хотел быть президентом, он был уже в возрасте, ему было тяжело заниматься политикой, но его уговорили, его друзья, соратники, апеллируя к его чувству долга. Но он абсолютно не провел ни одной избирательной встречи, не улыбался всем, не жал руки, не демонстрировал никак, что он хочет победить. И тем не менее он стал первым президентом США, и был им два срока, два четырехлетних срока. После этого сложил себе полномочия, и вскоре скончался от тяжелой болезни. И, кстати, возвращаясь к Конституции, не все штаты были готовы ее подписать сразу, так сказать, последний штат Рот-Айленд сделал это довольно поздно, и несколько лет, во многом это из-за того, что были разногласия между штатами, и были разногласия по поводу гражданских свобод, давать их или не давать в полном объеме. И поэтому получилось так, что уже после принятия Конституции в 1791 году к ней были приняты первые 10 поправок под названием «Биль о правах». Вот там перечислялись гражданские права американцев, в том числе право на ношение оружия, на чем настаивали плантаторы южных штатов, ну и право собрания, петиции и прочие права, которые мы сейчас называем комплексом буржуазных прав и свобод. Все то, о чем я вам пока рассказывал, это происходило в конце 18 века, что стало важнейшим содержанием американской истории в 19 веке. В первую очередь это расширение масштабов страны. Первые 13 штатов находились на восточном Атлантическом побережье североамериканского континента, и потом началось движение на юг и на запад. У Франции в 1804 году была куплена огромная территория под названием «Луизианы». Это бассейн реки Миссисипи с городом Нью-Орлеаном. В этот момент императором Франции был Наполеон Бонапарт. Он вел наполеоновские войны в Европе, ему было не до своих там заокеанских колоний, поэтому огромная территория была продана за несколько миллионов долларов. И чуть позже, в 1810-х годах, тоже случилось с полуостровом Флорида, который принадлежал Испании. Фактически американцы захватили эту территорию, и потом задним числом оформили ее как покупку у Испании, тоже за несколько миллионов долларов. И вот так, покупая, так сказать, приобретая, захватывая новую территорию, США расширяли свои границы на запад и на юг. Активно шло освоение центральной части американского континента. Возникла так называемая линия между цивилизованностью и дикостью, ее еще называют фронтир. И этот фронтир двигался с востока на запад вплоть до конца XIX века. Безусловно, важнейшим событием XIX века стала гражданская война в США между севером и югом 1861-65 годов. Президентом США в этот момент был аболиционист, популярнейший президент Авраам Линкольн. И в начале этой войны им были приняты два очень важных закона. Закон о Гамстедах и закон об отмене рабства негров. Оба были приняты в 1862 году. Рабство негров в США отменялось с 1 января 1863 года. А согласно закону о Гамстедах, любой американец, гражданин США, мог получить огромный участок, несколько десятков акров на пустующих западных землях. И заплатив очень маленькие деньги, 10 долларов регистрационного сбора, мог начать обрабатывать эту землю. После 5 лет непрерывной обработки эта земля переходила в собственность этого человека. То есть это было очень выгодно. И главное, о чем я хочу вам сказать, что это было для граждан США. То есть, понимаете, Южная конфедерация, которые эти вот Южные Штаты, 11 Южных Штатов, которые восстали и вышли из состава США, получается, что не имели к этому закону никакого отношения. То есть этот закон в первую очередь должен был укрепить материальную базу среднего класса в США. А главное, были колеблющиеся Штаты, которые могли уйти и к Южанам, так сказать, Южную конфедерацию. Но после принятия этого закона, естественно, никто уже не захотел идти на юг. Все захотели остаться в США и попытаться получить эти большие земли на западе страны. Это была тоже очень-очень трудная, коррупулитная война, в которой с той и другой стороны погибли сотни тысяч американцев. И она завершилась в 1865 году. И вскоре после окончания этой войны южанином, сторонником рабства Джоном Бутом был убит президент Авраам Линкольн. Подробно мы об этом поговорим в теме о выдающихся американских президентах. Пока же скажем, что после окончания Гражданской войны были приняты законы, по которым чернокожие рабы, бывшие, становились полноценными гражданами США. И Соединенные Штаты, так сказать, по-прежнему продолжили свое расширение территориальное. И бывшие территории постепенно становились Штатами. В основном состав США принимали попарно, по две территории становились Штатами. И от первоначальных 13 штатов, как вы знаете, сейчас в США Штату стало 50. Что касается 20 века, то 20 век, на рубеже 19-20 веков была испано-американская война 1898 года, когда США победили на море, в первую очередь, Испанию. И это позволило США взять контроль над Кубой, Филиппинами, Пуэрто-Рико, островами Гуам, Уэйк, Мидуэй и другими прежними колониями Испании. Это одна из первых войн, череда империалистических войн, рубежа 19-20 веков. А в 1914 году началась крупнейшая война, так сказать, того времени. Первая мировая война. США долгое время сохраняли нейтральный статус, но в апреле 1917 года вступили в Первую мировую войну на стороне Антанты и послали 2 миллиона войск за океан, в Европу, воевать на стороне Антанты и, в общем-то, приняли участие в победе над Четверным Союзом или Германским блоком, как его называли в Первой мировой войне. И мы видим плакат того времени, который призывает добровольцев в армию США. После Первой мировой войны в США наступил период процветания, «просперити» по-английски. Действительно, экономика развивалась очень бурно в послевоенный период. И очень многие американцы богатели на акциях, цены на которые постоянно росли. И со временем перенасыщенность этого рынка акций, перепроизводство, которое наступило к концу 20-х годов, привело к очень крупному экономическому кризису 1929-1932 годов, известному как «Великая депрессия». Это действительно было очень депрессивное время. Более 17 миллионов американцев остались без работы. Безработица зашкаливала за все мыслимые пределы. Мне довелось послушать участников событий, очень старых людей, которые жили в то время. Они говорили, что в то время очень многие американцы в поисках работы садились в машины, ездили из города в город, из штата в штат. И вот на границах городов стали появляться таблички «В этом городе работы нет». То есть, ну, проезжайте мимо, что называется, да? А позже на границах штатах появились такие таблички «В этом штате работы нет». То есть, это было действительно очень трудное время. И способствовали выходу из в Великой депрессии мероприятие так называемого нового курса по-английски «Нью-Дил», который стал проводить жизнь победившей на президентских выборах 1932 года Франклин Дилану Рузвельт. Мы о нем поговорим тоже подробнее в лекции о выдающихся американских президентах. Но, безусловно, Франклин Рузвельт это выдающийся американский президент, который побеждал четыре раза на президентских выборах. Это единственный американский президент, который был на этом посту больше двух сроков. Великая депрессия завершилась только к концу 30-х годов и потом США участвовали во Второй мировой войне, участвуя в составе антигитлерской коалиции вместе с Советским Союзом Англией, Францией и другими государствами. На слайде памятник всем американцам, которые погибли во всех войнах. Он установлен в центре знаменитого Орлингтонского кладбища. Орлингтон это пригород Вашингтона и там хоронят американских военных, в основном от полковника и выше. Это историческое кладбище, очень интересное, мемориальное, там похоронено очень много выдающихся американцев. США молодое государство, но в нем очень любят старину, считают таковым все, что было совсем недавно еще по европейским меркам, в 19 веке, допустим, и США очень удачно сочетается старое и новое. Вот видно, что в центре Сан-Франциско прекрасно вписывается в пейзаж и современное, ультрасовременное вообще, так сказать, здание высотное и здание, построенное, видимо, в 19 веке, и они как-то не мешают и не противоречат друг другу. На этом данная лекция закончена. Благодарю всех за внимание. Продолжение следует...